Послание к Колоссянам, святого апостола Павла. Глава 1. И о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине. Так и научились от епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его перемирить с собой все, умиротворив через него кровью креста Его и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собою. «Если только пребываете твердый, непоколебимый в вере, и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых, за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христосу в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Колостинам, глава 2. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодике и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прерстил вас вкратчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным с облечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении. В Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, который был и мертв во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял Его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяще, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все и сливает от употребления, по заповедям и учениям человеческому. «Это имеет только вид мудрости, в самовольном служении, смиренно мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Колостинам 3 глава Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесну и Бога. О горнем помышляете, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, так и вы. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладышествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово довстеляется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Ибо вы служите Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет ли соприятия? Колостинам 4 глава. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Ипофраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодике и Раполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димос. Приветствуйте братьев в Лаодике и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание просчитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было просчитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодики, просчитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствия моей рукой у Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.